Металлургия в критическом состоянии 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 К сожалению, ситуация нас не радует, и если в прошлом году по отношению к предыдущим годам был хоть небольшой нарос, мы об этом тоже с вами говорили, порядка 6% роста объема металлической продукции, то тут уже с уверенностью можно сказать, что за 10 месяцев этого года, а 10 месяцев это практически определяет и показатели года в целом, снижение объема производства основных видов металлической продукции составляет примерно 13, 16 и даже по отдельным видам 18%. Чем это вызвано? Это вызвано несколькими обстоятельствами, и те цифры, которые назывались на сегодняшний день, они безусловно правильны, они на сегодняшний день, это вот те данные, которые опубликованы Укрметаллурпромом, уже по итогам полностью октября месяца. А что касается ситуации ценовой, то я хотел бы сразу уточнить, что ситуация не очень однозначная. Если нас упрекает за то, что мы не вписываемся в мировой рынок по ценам, то надо сказать, что на сегодняшний день рынок и конъюнтура на мировом рынке металлической продукции находятся в интенсивном движении. Есть тренды как восходящие, так и нисходящие. Вот я приводила данные, что сейчас высокие достаточно мировые цены на сталь, и эти показатели наивысшие с 2014 года, это так? Я не открою большого секрета, наверное, если скажу, что вы меня пригласили на эфир неделю назад, и те данные, которые вы приводили, были справедливы неделю назад. Но прошла неделя, я специально готовясь к сегодняшнему нашему эфиру, посмотрел более свежие данные. К сожалению, на многие виды металлопродукции вновь продолжается спад. Где на 10 долларов, где на 15, где на 30, и даже где на все 45 процентов. А что изменилось за неделю? За неделю есть тренды всегда восходящие, тренды нисходящие, начинают преобладать нисходящие тренды. Это связано с тем, что в северном полушарии, в Европе, а у нас сегодня, европейский рынок, вы знаете, мы смогли активно открыть в свое время, и активно представлены на этом рынке, отчасти компенсируя утрату восточного вектора, российского вектора. Почему-то в северном полушарии зимой не любят строить, хотят строить преимущественно летом. И традиционно цикличные процессы, падение или наоборот роста цен. Вот мы помните, ждали, когда пройдет намаз, или когда пройдет китайский Новый год и в полном объеме заработают. Китайские коллеги радовались, когда они дольше обычно стояли и образовывались дополнительные ниши на мировом рынке. Потому что, уже мы тоже с вами не раз говорили, мы ведомые в этом плане, и не мы определяем, к сожалению, эти тренды. И на сегодняшний день ситуация объективно такая, что вот отрицательные тренды, они давлеют. Вы знаете, тоже не один раз мы говорили на тему, что, скажем, показатели производства проката экономику формируют сталь. Показатели стали формируют, в свою очередь, цены на экономику производства стали, формируют цены на чугун и цены на металлолом. Цена на чугун, в свою очередь, формируется ценами на железорудное сырья и на кокс, а цены на кокс, естественно, они зависят от цены на коксующийся уголь. То есть, если брать вот эти вот приматы, можно сказать, три компонента, железная руда, коксующийся уголь и металлолом, и есть долголетняя статистика, которая позволяет спрогнозировать динамику цен на конечную, на финишную продукцию в зависимости от этих вот трех китов. К сожалению, на сегодняшний день все эти три кита дают негативные ожидания, в том плане, что идет снижение цен на металлолом. Оно и в какой-то степени сезонное, хотя уже мы понимаем, что мы с нетерпением ждем, когда же этот цикл закончится, потому что люди начинают думать о том, что впереди зима, зиме надо подготовиться, запаси металлолом, и, соответственно, разрастают цены на металлолом. Но, тем не менее, вот это... На зародную продукцию цена тоже снизилась, на коксующийся уголь цена тоже снизилась. Так вот, наши конкуренты, наши партнеры имеют на сегодняшний день достаточный запас прочности с тем, чтобы не сразу уходить наиболее низкие цены своей продукции при снижении цены на сырье, потому что они имеют достаточно высокую маржу. А мы не один раз с вами говорили, что высокие тарифы на энергоносители, высокие тарифы на логистику, они нашу маржу подъели, очень основательно подъели. И для нас вот эти вот факторы, они весьма чувствительны. Мы такого запаса прочности большого, к сожалению, не имеем. Еще о ценах. Вот вы говорите о том, что нисходящий тренд, но вот та позитивная динамика, которая не так давно наблюдалась, есть ли надежда на то, что периодически вот такие всплески, они все равно будут, и мы хоть как-то сможем эту ситуацию оборачивать в свою пользу? Есть, конечно. Мы уже с вами говорим, что зима будет не все время, а всего лишь несколько месяцев в году. И все-таки на металлолом большинство экспертов ожидают, скажем, все-таки, может быть, даже со следующей недели начало определенного восходящего тренда. Есть еще одно обстоятельство, которое весьма, ну, нашу жизнь металлургово осложняет. Я уже упомянула о тарифах, и вот я считаю, что часть этого внимания, которое средства массовой информации ваш канал уделял и уделяет этой проблеме, нам, по крайней мере, позволило не дать на нас вот эту вот узду с ростом тарифов на железнодорожные перевозки на 25%, накинуть сразу еще в феврале. Все-таки было отложено до первых чисел ноября, и практически на сегодняшний день рост тарифов оказался в два раза меньше, чем запрашивали наши коллеги-транспортники. И еще одно обстоятельство, о котором мы как-то немножко подзабыли. Дело в том, что не преодолены до конца последствия вот того шквала антидемпинговых расследований, антидемпинговых компенсационных расследований. Это я просто называю, так сказать, антидемпинговыми. Там более серьезная целая система действует расследований и в Соединенных Штатах, и в Европейском Союзе. Одно время против украинской металлопродукции на разных рынках действовало порядка 43 различных ограничений. В связи с чем? В связи с чем угодно. Например, на плоский прокат комбината имени Ильича и Азовстали наложены были сразу три вида санкций. И один из них, например, был то, что металлургов заставили платить якобы за интеллектуальное пиратство. Помните, это была шумная история, когда упрекнули, что государство не принимает меры для защиты авторских прав. Да, но только я не думала, что речь идет и о металлурговах тоже. И металлургов, и химиков очень серьезно наказали. Были введены пошлины на карбамид и на плоский прокат. И на многие другие попытки были, помните, законы Веника действовали с привязкой к определенным политическим обстоятельствам. Я уже не говорю, что была все время попытка на нас распространить те виды заградительных антидепиновых пошлин, которые действовали в последние годы Советского Союза. Мы отбивались и доказывали, что не мы, а наш восточный сосед является правоприемником Советского Союза. Мы, дескать, к этому отношения не имеем. Так вот, сегодня надо до конца доводить эти ситуации, связанные с преодолением остатков вот этих вот пошлин, которые на нас действуют и не позволять вводить новые. Для меня примером в этом отношении является, например, из объединений горно-металлического комплекса наша феррославная ассоциация УКРФА, которая вместе с предприятиями активно борется и кое-что удается в этом плане решить в рамках так называемого административного пересмотра, административного ревью, то, что связано с пошлинами, которые были наложены еще в 90-х годах на украинскую феррославную продукцию. Есть и определенные позитивы в этом отношении, у металлургов тоже. Но вот с моей точки зрения реальная помощь государству товаропроизводителю, учитывая, что объективно сложилось, что этот товаропроизводитель металлургический, 80% своих мощностей задействованных работает на внешние рынки, только 20%, и то даже реально меньше, продукции идет на внутренний рынок. Задача государства сегодня максимально защитить нашего товаропроизводителя на внешних рынках. И как вы оцениваете наши попытки это сделать, если такие попытки, конечно, есть? Потому что профильная ассоциация – это хорошо, но есть еще и дипломатическая сфера. По дипломатическим каналам можно было бы какие-то переговоры пытаться провести. Мы же проводим переговоры по поводу зоны свободной торговли с Европейским Союзом. Там часть квот нам увеличивается, может быть, не в таком объеме, как хотелось бы, но тем не менее, часть ограничений снимаются. Что-то происходит в этом направлении? Вы понимаете, вы очень удачно употребили слово «попытка». Вместо «попыток» должна быть системная работа. Ее, к сожалению, мы вот этой системной работы не ощущаем. Я всегда привожу примеры. Мне довелось возглавлять украинские части многих межуительственных комиссий. Там, где я не возглавлял всю межуительственную комиссию, то возглавлял, скажем, были подгруппы по промышленности, по промышленной политике и так далее. Так вот, меня поражала целеустремленность наших западных коллег и восточных тоже, те же китайцы, которые вначале на заседании межуительственной комиссии пробивали вопросы своего бизнеса, а уже только после этого переходили к высоким материям межгосударственных отношений. Я долголетний представлял Украину в Комитете по стали Организации экономического сотрудничества и развития. Мой, опять-таки, долголетний визави был господин Солерна, который возглавлял соответствующий департамент в комиссии Европейского Союза. Никогда я не припомню такой ситуации, чтобы рядом с Солерной или за его спиной не сидел представитель Еврофера. Это такой же металлургической ассоциации, такое же объединение металлургов, как наше объединение Укрметаллургпром. И сначала рассматривали все вопросы именно с позиции того, чтобы создать нормальные условия для работы соответствующего бизнеса. То есть не дорабатывают наши чиновники в этом направлении? К сожалению, приходится констатировать именно так. Итоги 10 месяцев вы уже озвучили и, к сожалению, они не радуют. Что по вашим прогнозам будем иметь по итогам года и какие у нас прогнозы на год 2018? Если, конечно, ситуация кардинальным образом не поменяется. Объективные причины на то будут ли субъективные, но тем не менее. Ну, опять-таки, мы привыкли с вами на позитиве заканчивать наш разговор. Да, давайте, очень хочется позитива. Если говорить об объемах, то уже сегодня можно с уверенностью сказать, что вряд ли объем производства стали, а именно с этим показателем связаны и производство проката, экспорт продукции, вряд ли производство стали превысит 21, может быть, 21,5 миллиона тонн. Скорее всего, это будет где-то между ними. Условно, для себя я в уме держу цифру 21,2 миллиона тонн. Но даже самому интересно кажусь, если я в этом плане достаточно серьезным прогнозистом. Но до сих пор как-то получалось. А так, чтобы для сравнения понимать, это действительно уровень... Наш потолок 2007 года, нашего 1913 года, находится на уровне 43 миллионов тонн. То есть это... Мы упали более чем в два раза. В два раза, да. И средний уровень использования производственных маршрутей на сегодня менее 50%. Что можно говорить еще о 2018 году? Ну, о рынке сегодня говорить трудно, хотя мир в ожидании. В принципе, по достаточно осторожным прогнозам экспертов, от 1,5 до 3% в мире ожидается прирост металлурического производства. Если говорить о наших делах, то мы не упомянули о том, что по целому ряду предприятий ситуация складывалась еще и как бы сугубо индивидуально. Разве можно было бы, например, предположить, что из-за сложностей в расчетах между структурами СКМ и структурами Индустриального союза Донбассов, когда комбинат, ну, по старому назовем Дзержинского, Днепровский металлурический комбинат, сегодня это город Каменское, весьма серьезно задолжал СКМ. СКМ у нас производит львиную долю металлурического сырья, железоорудного сырья. И вполне понятно, что недопоставки или непоставки железоорудного сырья своим должникам привели к тому, что комбинат этот в Каменском практически был остановлен. Сейчас эти вопросы, насколько мне известно, решены и приняты, подписаны документы, которые позволяют поставщикам сырья участвовать в сбыте продукции, и, соответственно, вести расчеты, через себя контролировать финансовые потоки. И это привело к позитиву в том плане, что комбинат заработал. Последний момент касательно позитива, хотела еще уточнить, что сейчас у нас строительство на подъеме в Украине, я имею в виду. Да, внутренний рынок, конечно, это капля в море, но тем не менее. И строится очень много и жилья, и не только жилья. Неужели это никоим образом позитивно не отражается на металлургической отрасли страны? Да, отражается, но ведь, понимаете, тоже к этой бочке меда ложка дегтя. Если перед этим эта отрасль была на нуле, то любые, даже самые незначительные улучшения показателей будут трактоваться, ну, как достижение вселенского масштаба. Так вот, я хочу сказать, что, к сожалению, значительного роста объема потребления на внутреннем рынке мы не наблюдаем. А в то же время, мне кажется, это вообще заслуживает темы отдельного, очень серьезного системного разговора. Нам без внутреннего, мы, нет у нас такого примера, кроме Украины, металлургической державы, которая бы 80%, как я уже говорил, своих мощностей работает на внешний рынок и только 20% на внутренний. Вот задача государства еще заключается в том, чтобы создать условия для развития внутреннего рынка. Давайте на этом будем заканчивать, потому что остается буквально несколько секунд. Я благодарна вам за участие. В конце напомню о том, что в проекте «Акцент» мы общались с Сергеем Грищенко, экс-заместителем министра промышленной политики Украины. На этом пока все. Я прощаюсь до следующего эфира. Увидимся на телеканале «Первый деловой». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова